всем привет друзья мой игровой ник мэнэл лагор и сейчас мы рассмотрим бронирование и как лучше всего отыгрывать на элитном тяжелом танке восьмого уровня германии в к 75 0 1 к танк сам по себе довольно таки редкий в рандоме и сейчас то что его продают в предновогодних акциях это как бы чутка их добавить в рандоме но с другой стороны их встречаешь очень редко очень редко и вопрос в том куда их пробивать стает довольно таки остро я лично встречался играя на полике на 50 тп прототип против этого немца и если честно мне кажется тут больше от того что игрок не знал как на нем правильно играть я его развалил довольно таки быстро практически каждым шотом пробивая но видел даже я реплеи топовые реплеи топовых игроков статистов которые играя на 9 10 уровней с трудом его пробивали с трудом его разваливали потому что он проб попросту не пробивается так вот думаю сейчас будет довольно таки актуальным рассмотреть его бронирование для тех чтобы потом в комментариях мне не писали в плане того что вот надо было подготовиться бла-бла-бла я не подготавливаюсь потому что я сейчас это рассматриваю в первый раз мне самому интересно куда он пробивается как на нем лучше отыгрывать поэтому чтобы потом не был вопрос ну типа такого так вот что касается бронирования собственно нлд у нас 204 миллиметра пробивается довольно таки тяжело в лд 180 миллиметр миллиметров плюс приведен к получается в районе 240 тут единственная поясок 270 идет так и только стык двести тридцать три миллиметра то есть даже даже голдой сюда восьмерки вряд ли будут пробивать что касается нлд пробивать будет но если доворачивать корпус нлд тут прямо становится очень крепеньким восьмерки пробивать не будут точно голдой разве что здесь доворачиваем то есть начинается все от двухсот тридцати четырех миллиметров это довольно таки много так пробивается у нас уголочек над гусеницей и поскольку здесь гусеница вот идет из вместе с катками то есть она лежит на катках довольно таки низко я думаю да вот сюда зона все пробивается то есть стрелять надо над гусеницей между корпусом и катками да здесь 210 миллиметров до 200 доходит через к точек тоже должны пробивать так ну короче чем угол меньше тем круче там вообще будет не пробить и рикошет идти здесь прыгну то есть через каток кстати каток очень широкий так что не факт что будет пробиваться в зависимости от того каким калибром вы стреляете какой у вас ствол так ну короче пробивается вот в эту всю плоскость которая идет в районе двигателя над катками то есть если вы выцеливаете если он ром будет вы принципе знаете куда пробивать так идем дальше тут у нас все не будет пробиваться да конечно же нет катки будут абсолютно все 105 так если если мы выкатываем допустим здесь находится стена наоборот выкатываем нлд до будет танчить здесь прям очень жесткий угол двести тридцать пять восьмерки даже голдой раз через раз будут пробивать то есть можно играть от нлд но мне кажется лучше всего просто ставить жесткий ромб где он не будет пробиваться выкатывать за счет того что каток широкий вас сюда пробивать не будут разве что вот этот уголочек но принципе если так взять линию это намного дальше чем центр башни соответственно вы так далеко выезжать не будете вы где-то будете выезжать примерно до начала катка соответственно вот здесь двести семьдесят и выше миллиметров то есть вас пробивать не будут вообще что касается в лд здесь получается пимпочка то есть пулеметик радиста он тоже не пробивается двести пятьдесят миллиметров а так если чисто смотреть на примерно где-то так то есть вы даже каток передний свой не выставляете соответственно вас пробивать не будут так идем дальше что касается башни с корпусом разобрались в принципе башня у нас двести пятьдесят миллиметров лоб соответственно восьмерки не пробивают что касается лючка 160 миллиметров ну не скажу что он прям такой уже и маленький довольно таки видный парень торчит у нас там то есть дал принципе лючок можно выцеливать снова таки если он рамбует с этой стороны то есть лючок это наверное самая уязвимая зона туда можно будет пробивать а если он допустим рамбует с этой стороны лючка мы видеть не будем поскольку он находится сбоку не по центру лючка мы видеть не будем опа смотри девяносто восемь миллиметров на но тут угол восемьдесят семь градусов здесь по любому будет эти рикошет но мне кажется она подожди под башни нет здесь двести восемьдесят четыре миллиметра мы здесь пробивать по любому не будем я почему-то думал что можно стрелять в нижнюю часть башни и она будет залетать и пробивать так как у защитника пробивается то не в курсе защитнику если стреляешь между башней и корпусом даже так в нижнюю часть маски надо стрелять снаряд рикошетит и залетает в корпус то есть он там это пробивает здесь же эта фигня проходить не будет это разве что надо попадать именно в краешек чтобы она отрикошетила но снова таки 64 градуса это маловато у защитника здесь рикошетить здесь ну вот здесь отрикошетить 79 миллиметров 74 градуса маловато вот было бы 75 и выше уже можно было бы сюда стрелять вообще полметровая броня до 45 угол маловат 72 мне кажется можно было бы попробовать сюда попробовать сюда стрелять на слотке здесь идет пояс башни вот этот 160 миллиметров он идет по кругу и в башне она как бы впаянная она опущена ниже корпуса вот здесь вот этот порожек это как бы уже идет моторное отделение и она туда не залетает но с другой стороны еще вот я заметил такую фишку когда я против него играл то что я выцеливал в лд сюда хотел под башню стрелять вот смотрите 109 миллиметров то есть даже если вы чутка сверху стреляете тут конечно угол 83 градуса то есть маленькими калибром вы пробивать не будете но здесь бронирование 40 миллиметров то есть по правилам трех калибров она подпадает соответственно вы сюда будете пробивать то есть если вы играете на той же ну не обязательно даже десятки девятки с крупным калибром вы можете сюда пробивать то есть вы стреляете здесь у вас рикошета не будет у вас скорее всего здесь будет пробить и потому что вам надо стрелять по большей части бэшками потому что под калибр там получается нормализация намного хуже чем у бэшки меньше угол захода самого снаряда то есть нормализация и соответственно он будет в основном рикошетить а не пробивать а вот как раз бы бэшки должны бы здесь пробивать но снова таки это спорно спорный вопрос вот здесь тоже дальше идет 102 миллиметра то есть вот эти все вот вентилятор вот эти все пимпочки торчащие здесь триплекс она по логике должно пробиваться допустим там ровненько берем 237 108 миллиметров то есть я как бы поставила сейчас в лд там над моторным отсеком я не вижу но здесь все равно идет тут как бы есть места куда можно было 238 хотя уже проще было бы сюда стрелять 210 миллиметров правильно так здесь получается пояс у нас пробиваться вряд ли будет ну короче здесь работает также броня как и у мауса как его флип азика вернее пзк пфв7 у десятки то есть тоже с задним расположением башни это вот этот уголок у мауса он пробивается у девятки пробивается у пзк пфв вот этот уголочек пробивается здесь тоже самое 180 186 миллиметров то есть если он рам будет надо сразу же смотреть вот эту зону она пробивается и вот этот уголок это как бы классика у этих танков особенно если он стоит рам будет это стороной где вы не видите люка то есть без проблем вы сюда должны бы его пробивать 220 215 миллиметров 207 199 даже есть короче чем ближе вы к уголку катку пробьете тем лучше что с этой стороны что стоит то есть в нлд по большей части стрелять нет смысла разве что если он стоит лбом к вам тогда до 200 миллиметров если вы знаете что у вас больше чем 200 миллиметров вы его пробьете основатка надо еще сюда попасть да даже и сюда это надо еще попасть но я думаю зачастую вы будете встречать игроков которые не особо прям так умеют играть если они будут рамбовать в без проблем будете пробивать сюда и также без проблем будете пробивать в нлд хоть она она здесь и бронированная но если против вас прям такой статистики будет тогда вы пробиваете и уже сказал сюда с этой стороны в лючок бьете тут тоже кстати перед каток перед катком есть маленький уголочек если будет прям выставляться если у вас хватит точности чтобы сюда попасть мне кажется даже как бы чутка тут дальше тоже каток не прям в упор идет правильно он находится чутка дальше поэтому как бы вот этот весь угол да смотри все пробивается 220 короче все будет пробиваться через эти углы за счет того что здесь как раз гусеница лежит на катках она не натянута за счет этого у нас есть пространство куда его можно пробивать как-никак 100 миллиметров с переведен к это не так уже и много поэтому будем знать будем пользоваться с этой стороны тоже самое здесь соответственно этот угол в башню можно не стрелять хотя смотри в бортину пушки можно стрелять то есть как у мауса стык маска башня тоже пробивается 127 130 миллиметров но снова таки это если он отвернет от вас пушку в борт башни не особо есть смысл стрелять а вот именно в стык пушки башни с маской вот это сюда до 145 миллиметров то прямо очень даже мало прикольно с этой стороны тоже самое да с этой стороны тоже самое то есть уязвимые зоны у нас так так а спереди спереди так понимаю там не пробьется до 442 миллиметра так ладно разберемся по порядку конце концов лоб башни это или нлд в лоб пробивается если он стоит вам ровно или же лючок ну лючок это туда тяжело попасть поэтому проще стрелять в нлд если рамбует с левой стороны это пробивается лючок и собственно все что касается борта нижней части ну и также верхние вот этот уголок то есть здесь тоже будет пробиваться то же самое и с этой стороны если он бортует тоже все здесь пробивается сам он по факту медленный до до максималка 30 к это довольно таки мало что же касается кормы 80 миллиметров мало борта у нас тоже слабые тут 100 миллиметров здесь у нас тоже 100 миллиметров башня у нас 130 миллиметров задняя часть 100 миллиметров ну и маска 250 не будет пробиваться так если мы еще берем здесь у нас сколько 40 миллиметров смотри тут тоже будут высокие левела пробивать 40 миллиметров даже 92 миллиметров но здесь правда снова таки надо стрелять бэбэхами если вы будете хотя бы чутка выше этого танка где-то стоять вы по логике должны пробивать верхнюю часть башни как бы 80 градусов здесь приведенка если вы будете стрелять какой-то бэбэшкой или кумулятивным снарядом кумулятив еще не факт но бэбэшка точно должна сюда пробивать это то же самое что и у са третьего крышка то есть по факту та же самая фигня то есть здесь есть как бы определенный угол если будете стрелять под калибром в основном будет идти рикошет как него снова всегда будете рикошет если будете стрелять бэбэшкой в основном должно залетать то есть я не уверен что каждым шутом вы будете сюда пробивать но мне кажется очень часто так вот собственно все часто он продается семь с половиной тысяч голды стоит танк стоящий если вы любите прям где-то поиграть от позиции пожалуйста танк сам по себе шикарные очень редкий поэтому не все знают куда его пробивать и даже я когда его встретила думал это какой-то супер тестер там тесте думаю ну-ка давай я с ним пободаюсь до пободался его перестрелял без каких-либо проблем но я не одно как я уже говорю не один реплей видел топовых игроков которые просто не знали куда пробивать то есть они стреляют даже е50 на девятом уровне голдой практически его не пробивает то есть чувак играл тогда на голде на е50 и он его ни разу толком не пробил в конце концов он решил его закружить как бы дал там уже закружил и потом уже убил но все же он может танковать даже десяток если прям не будет выцеливать потому что как-никак 240 миллиметров это не так уж и мало здесь 250 это тоже не так уж и мало то есть если повезет ему если рандом будет и на его стороне по правилам вбр плюс-минус 20 25 процентов может танчить даже десяток но снова так и надо играть уже аккуратно аккуратно потому что снова таки плюс-минус 25 процентов вот так что вот так на сегодня все с бронированием разобрались как на нем играть играть в принципе ну какие типичные тяж задним расположением башни то есть если ты выезжаешь играешь от борта надо ставить довольно таки большой угол вот если ставить вот такой прям здоровый угол здесь идет от 200 вот примерно где-то вот так центр башни будет даже можно еще больше доворачивать тут как бы углы идут довольно таки большие как здесь таки здесь 300 миллиметров и выше то есть надо по большей части лючок закрывать что же касается здесь так примерно вот так ставим на край к . что было до углы довольно таки большие короче чем больше угол вы будете ставить тем будет лучше то есть скорее всего вас не будут пробивать если вы прям очень жесткий будете угол ставить и тут как-никак как бы во первых 72 градуса это уже очень большой угол больше идет даже крикошета во вторых здесь слишком большая приведен к скорее всего у вас не будут пробивать еще есть такой момент то что этот танк очень медленный и вы скорее всего если приедете куда-то ну то есть вы должны ага начинается бой вы видите карту увидите мини карту вы знаете эту карту примерно вы едете ту позицию где вы будете играть от позиционки где-то кататься по полям и прочим это не для вас делать какие-то перекатки из фланга на фланг это тоже не про вас это то же самое что ты 95 если он едет на какое-то направление он туда едет все назад он вернуться не успеет и как бы если туда поедут все тогда вам придется их принимать снова таки если вам не повезет и туда никто не поедет ну такая уж судьба вам надо вам придется или ехать назад если вы проиграете в вас а команда ваша сольется или же остаться без урона и вся команда вас ваша победит вот как то так на сегодня все еще смотрите буду будет разбор по оборудованию для этого танка на сегодня все ставьте лайчинский подписывайтесь всем счастливо и пока пока